Уважаемые дамы и господа, меня зовут Марат Александрович Авдыев, руководитель Сибирского центра медиации. И сегодня мы рассматриваем тему онлайн разрешения споров, медиация международных споров. Хочу заметить, что этот кейс, который мы рассмотрим сегодня, был выбран нами из практики нашего центра, которая произошла 7 лет назад. Но это очень интересный кейс, достаточно непростой. Я хотел бы на примере этого кейса объяснить, что даже сложные коммерческие споры урегулируются путем медиации и примирительных процедур. Что касается медиации в социальной сфере, включая семейную медиацию, то этому мы посвятим отдельное занятие. Давайте сегодня рассмотрим именно экономические споры, которые у нас, как известно, рассматриваются в арбитражном суде в Российской Федерации, в хозяйственном суде Республики Беларусь, в экономическом суде Республики Казахстан. Но в основном работают одни и те же правила игры. Эти правила игры установлены действующей системой международного права, с одной стороны, а во-вторых, общие культурные и исторические особенности народов России. Посмотрите, пожалуйста. Третьейский суд является синонимом слова «арбитраж», который происходит в свою очередь от двух греческих слов. «Адпитри», что называется «приходить», «являться свидетелем». «Арбитражный арбитр». Это лицо, которое беспристрастно, независимо старается урегулировать спор и вынести по спорным правоотношениям между сторонами мудрое решение. С незапамятных времен человеческой истории, с тех времен, когда еще не было государства как такового, практиковалась такая модель урегулирования споров. Когда вместо арбитра выступает лицо, дающее лишь рекомендацию или способствующее урегулированию спора, то мы имеем дело с медиацией. Но здесь действуют аналогичные принципы. Я имею в виду нейтральность, непредубежденность, конфиденциальность. Хотя модель медиации и модель урегулирования спора на основе состязательного подхода принципиально отличаются. Мы об этом еще поговорим. Здесь изложены важные понятия, которые мы с вами рассмотрим в процессе вебинара. Принцип добровольности, арбитражная оговорка. Все это будет рассмотрено. Применимое право и правило. Необычайно важный вопрос, когда дело касается международных споров. Сразу возникает ряд удивительных для понимания вещей, таких как по какому праву нам спорить. Например, право Социалистической Республики Вьетнам или право Российской Федерации, как в нашем кейсе. Право Казахстан или право Беларуси. Дальше. В каком суде спорить? Это также немаловажно. Мы на эти вопросы ответим в процессе нашего семинара. Частный или публичный характер спора. Здесь скрывается такое парадоксальное явление. Когда рассматривается спор между отдельными субъектами, но он касается определенных важных моментов, как, например, земельных правоотношений, неизбежно затрагиваются публичные отношения. В том смысле, что выработанное мировое соглашение по результатам медиации, утвержденное судом, имеет обязательную силу для всех государственных органов. Оно влечет налоговые последствия, оно включается в реестр прав на недвижимое имущество и так далее. Но обратите внимание, когда стороны вырабатывают, соучаствуют в регулировании такого соглашения, они становятся соавтором будущего решения. Парадокс, да, парадокс, но он имеет место. Здесь будет рассмотрен кейс